Линдзи Парк приезжает сюда, в маленький городок Хилдейл, на юге штата Юта, почти каждый месяц. Главным образом, потому что любит людей, которые здесь живут. В доме дядюшки Марвина всегда многолюдно. У него большая семья. Больше, чем официально позволяет закон Соединенных Штатов Америки. Это все мои дети. Самому старшему 51, а самой младшей Карли 22. Карли 22, а сколько же у вас внуков? Я сбился со счета. Где-то около 120. А сколько у вас жен? У меня три жены, которые родили мне всех этих детей. Это Лори, моя первая жена. Мы поженились в 64-м году. Моя вторая жена Шарлотт, а третья погибла в автомобильной катастрофе в 85-м году. Она была беременна, и ребенка спасли. Дочку назвали Эстер. Она сейчас работает медсестрой. Для дядюшки Марвина история его семьи и его предков – это история притеснений и преследований со стороны властей. Многожелство запрещено законом во всех Штатах Америки. Раньше власти регулярно проводили рейды на городок Хиллдейл. Последний был в 1953 году. До этого – в 44-м. Власти Штата пришли и всех забрали. Моего отца посадили в тюрьму, потом реабилитировали. Он вернулся сюда и умер. А мою мать отправили в клинику для душевнобольных. Когда она вернулась, власти Штата отобрали у нее детей – меня, двух моих братьев и сестру. Марвин и другие мормоны-фундаменталисты считают, что эти преследования на религиозной почве. Они верят, что многоженство было завещано им пророками в XIX веке не просто как богоугодный образ жизни, а как главные условия попадания на высшую ступень рая. Официальная мормонская церковь отказалась от многоженства в конце XIX века. Тогда фундаменталисты-многоженцы обосновались здесь, в горах, на юге Юты, в надежде, что здесь их оставят в покое. Община фундаменталистов состояла из двух городков – Хиллдейл в штате Юта и Каламан. Парада-Сити в штате Аризона. Они специально поселились на границе двух штатов. Если в Юте им грозили аресты, они могли перейти границу и оказаться в другом штате, в Аризоне. Чтобы арестовать их в другом штате, необходимы были дополнительные юридические процедуры. Доня Джессоп – первая законно избранная женщина-мэр в Хиллдейле. Она тоже выросла в семье, где было несколько, как здесь говорят, матерей. В таких семьях все жены растят всех детей вместе, как своих собственных. Я выросла в семье с двумя мамами. Мы все заботились друг о друге, и я это обожала. Это часть моей культуры, моего наследия. И дело не в том, следую ли я религию, верю ли я в многоженство. Я хочу жить так, как хочу. Хорошо, если патриарх такой веселый и добродушный, как дядюшка Марвин. А если нет, попадется какой-нибудь параноидальный социопат с наклонностями педофила. Именно таким оказался Уоррен Джеффс, который находится в федеральной тюрьме в Колорадо. Многие члены общины продолжают считать его пророком. Рой Джеффс – его сын от третьей жены. Он когда-то жил в этом доме с матерью, братьями и сестрой, и другими женами и детьми своего отца. Всего у Джеффса-старшего было почти 80 жен и более 50 детей. Он отбывает пожизненное заключение за развращение несовершеннолетних. Ей было 11 лет и 11 месяцев, то есть почти 12. Я помню, она ходила по дому. Я спрашиваю, что она делает в нашем доме. Она дочка дяди Мэрила. А мне говорят, нет, она теперь одна из твоих матерей. А я говорю, она же всего на три года младше меня. Что-то здесь не так. Сегодня у общины есть негласное соглашение с властями. Если фундаменталисты не нарушают других законов, например, не женятся на несовершеннолетних, как это делал Джеффс, власти оставляют их в покое. Потому что если арестовать родителей, слишком много детей окажется на попечение государства. Мэр Хилдейла давно вышла из секты. Когда мы были в секте, у моего мужа не было второй жены. А сейчас? А сейчас есть. Очевидно, что традиции не умирают, даже если они противоречат закону. Виктория Купченецкая, Владимир Бадиков. Специально для Настоящего Времени Америка. Хилдейл, Юта. Виктория Купченецкая, Владимир Бадиков. Виктория Купченецкая, Владимир Бадиков.